Кончились, потерпели поражение нестижатели на соборе 1504 года. Я вам говорила, что некоторые историки считают, что этот собор сделал невозможной у нас реформацию. Ведь 1517 год – это начало реформации, а у нас принято решение, как с инакомыслящими обращаться и уничтожать. Никакого инакомысля не должно быть. И у нас принято решение, что помимо Библии являются многие другие книги авторитетными. Но Бог воздвиг другого человека, не такого кроткого и тихого, как Нил Сорский, человека боевого, активного, молодого, убежденного. Это был Васиан Патрикеев. Это был молодой Баяин. Там были вопросы о том, кто будет наследником. Он не ту сторону поддерживал. Его отца хотели даже казнить. Потом сослали в монастырь. И его сына, Васиана Патрикеева, сослали в монастырь. Ну, всё связано было с тем, что было два брака у Ивана Третьего. И Софья Палеолог настояла на том, чтобы её сын Василий был наследником. Хотя до этого предполагалось, будет наследником сын Елены Волошанки, молдавской княжны. Ну, в общем, это была своя история. И оказался он в монастыре под началом Нила Сорского, чудного наставника, которого он сердечно полюбил. Но он использовал всякую возможность проводить идеи нестяжательства, активнейшие. То есть, его направление было борьба со стяжателями, борьба с монастырским землевладением, борьба с богатыми монастырями. И вот это такое направление было его деятельностью. Он стал самым ярким публицистом нашего времени. То есть, того времени. Так, а теперь я хочу вам конкретно вникнуть, что он писал. И также он выступал против казни речеков. Ну, то есть, выступал так же, как Нил Сорский, но только у него была большая активность, энергия. Так, идеи нестяжания он выражал, идеи внутреннего совершенствования. И вот сейчас он там у Нила Сорского знакомится с богословской литературой, изучает священное писание, жития святых и становится одним из сильнейших церковных публицистов своего времени. Он участвует в идеологической и религиозной борьбе. Вопрос о монастырском землевладении, о судьбе речеков. Эти два вопроса будут снова подняты в его произведениях. Вы понимаете, как интересно? Всё началось с того, что он озадаченно и растерянно спрашивал Нила Сорского, что как мне быть с моими мыслями, как мне смириться с тем, что я так много потерял. Ну, и Нил Сорский сказал, а ты посмотри на эту жизнь, всё проходит, всё это тленно, ты смотри на вечное и неизменное. И вот тут начинается его самообразование, и он становится публицистом. Значит, и историки называют это время даже предвозрождением на Руси. Тут, значит, такой вопрос точно как формулировано. Он же был блестящим дипломатом, воеводой, и вот должен был стать смиренным иноком. Это нелегко. Поэтому он задавал Нилу Сорскому вопрос. Как избавиться от находящих помыслов прежнего мирского жития? Слышишь, как? Как избавиться от находящих помыслов прежнего мирского жития? И тот ему ответил, Нил, Послание к брату, вопросившему о помыслах. А именно, ничтожность и тленность мирской жизни, Слава и честь и богатство, Яко сень, мимо и доша, И яко дым исчезоша. Понятно, да? И Нил далее наставляет Вассиана в монархских добродетелях. Особенно он говорит о послушании божественным писаниям. И тогда вот он становится постепенно выдающимся публицистом того времени. Значит, поражение нестяжателей на соборе 1504 года, но необыкновенно усилилась пропаганда идеи нестяжателей благодаря Вассиану Патрикиеву. Понимаете, поражение на соборе, но бог воздвигает вот этого блестящего писателя. И получается защита и пропаганда идеи нестяжательства. Ну, например, он пишет его произведение «Собрание некоего старца». О чём он пишет там? «Отрицание вотчинных прав монастырей». Он говорил, «Святые основатели монастырей сёл не держали». То есть, если мы посмотрим на традицию, то основатели монастырей сёл не держали. Ещё у него произведение. «Ответ кирилловских старцев на послание Иосифа Володского великому князю о наказании ретиков». На соборе была идея беспощадного преследования ретиков, искоренения ереси через физическое уничтожение его носителей. Помните, никаких споров с ними не плодите, а собрать в собор, чтобы их сжечь и вешать. У Васиана гуманный взгляд. Во-первых, раскаившись ретиков, надо прощать. Те, которые не раскаялись, их с ними надо беседовать, то есть категорически против казни. Для Василия III очень нравятся эти гуманные идеи. Очень нравится Нил Сорский, нестяжатель. Он давно хотел бы подобраться к землям монастырским. В общем, Васиан вместо опалы оказывается на высоком положении. Его разрешено вернуться даже в Москву. Его взгляды соответствуют политике Василия в отношении монастырских земель. А именно какая политика? Ограничительная. То есть, чтобы они не зарывались, чтобы они не пухли богатствами. Васиан смело обличал перед Василием беспорядки в русской церкви. И Осифляйнам это, конечно, не нравилось. Он становится ближайшим советником великого князя. Митрополит тоже сочувствует ему. И близок к нестяжателям. Но, вы знаете, вот он использует всякую возможность писать. Он пишет еще такое произведение. «Слово ответное против клевещущих на истину евангельскую и в иноческом жизни и устроении церковном». Он вступает в прение с Иосифом Володским. Дело в том, что Володский монастырь, у него земля. На земле должны работать крестьяне. То есть, они владеют душами. Они являются не только землевладельцами, но и владеют крестьянами. И их положение, оно неопределенное. Потому что они уже не государственные, а они уже вот как бы монастырские. И целиком зависят они от прихоти настоятеля монастырского. Но главнейшее дело его жизни – он взялся за кормчую. Кормчая – это церковный документ, где прописаны… Ну, кормчую, понятно, это кто ведет корабль, кто рулит. И там в беспорядке, в страшном беспорядке, всякие статьи. Как принимать в монастырь? Как отлучать? Как владеть, распоряжаться этими землями? Словом, он взялся за систематическое изложение этого материала и исключил из кормчей статьи, на которые опирались защитники монастырского землевладения. Потом, впоследствии, его будут, его сожрут и осифляне за то, что он испревратил, испоганил кормчую. Он взял и выкинул оттуда целый раздел. Он туда, он, значит, включил туда собрание некоего старца, переработку раннего произведения. он написал трактат слова о еретиках и хотел включить в кормчие, но не решился, это же было бы слишком. Ну, и дальше ему в помощь, можно сказать, Бог прислал, Максима Грека. Князь Василий под давлением очень многих священников, которые жаловались, что переписчики у нас неграмотные. Ну, помните, мы читали мнение Геннадия, что он хотел какого-то мужика в песцы взять, и тот не мог ступить, грамоти не знает. И ему говорили, земля такая, владыка, нету грамотных людей, никого добыть не можем. Ну, вот, и поэтому переписчики, сами знаете, какие были. Если, вот вы изучали, наверное, как тщательно евреи относились к написанному слову. Если вкралась одна ошибка, нужно было весь манускрипт переписывать. Это было благоговейное перед Богом такое вот хождение. То на Руси ошибка на ошибке были. Это, правда, замечательное поле деятельности для наших лингвистов. Ну, вот, у моей сестры, значит, как раз этим муж занимается. Он историк языка. У него там 600 произведений написано. И это его пища. читать рукописи и эти ошибки. Потому что ошибки какие? Под влиянием говора местного. Где-то там а, где-то о, где-то все. Потом дальше. Писец пишет и пишет, а потом скучно станет и скажет, а вот порося идет с поросятами, оскупаться бы. то есть, живая речь на полях там. Понимаете ли? И вот он смотрит характеристика живой речи. Какие слова используются, с каким произношением. Понимаете, как? Вот, что можно было делать. Но для рукописи самой, которая переписывалась, это очень плохо. Часто писец не понимал смысла того, что пишет. И он слова делил не там, где надо. Поэтому трудно было понять, это к чему относится. Не делал промежутков между словами. Ну, в общем, князь Василий Третий пригласил, написал, послал на Афон запрос. Пришлите знатока греческого языка, который знал бы греческий, знал бы славянский, который мог бы переводить, мог бы исправить. Ну, для начала хотя бы вот псалтырь. После некоторого времени, потому что должен был поехать один переписчик и знаток языка, но потом получилось, что он очень старенький был, он умер, и послали Максима Грека, который был в то время, как в расцвете сил, ему было около 50 лет, с богатейшим опытом жизненным. К нам прибыла, ну, я не знаю, как сказать, в обличии этого монаха, такая бомба замедленного действия. Вы понимаете в эту безмятежную Русь сонную обряда верия, является человек энциклопедически образованный, сознанием многих языков. он был сподвижником и учеником Савонаролы, Джарламы Савонарола. Это знакомое вам это имя или нет? Он фактически был властитель дум Флоренции и сделал Флоренцию святым городом. И у него вот его проповеди пламенные слушал Максим Грек. Во время жизни его в Италии было открытие Америки Колумбом. В Европе шло возрождение, то есть возрождение старой погибшей греческой культуры, когда не только боги эти оживали греческие, но также снова были найдены рукописи на греческом языке отцов церкви, начали делать переводы на латинский язык с греческого, отцов церкви, малоизвестные в то время. То есть, понимаете, вот такой человек приезжает вот в эту нашу Россию, где ну как-то их бог чрева поесть бы, поспать бы, деньгу где-то загробастать, приобрести что-то. Каким путем? Путем интриг, путем поклепов себя обелить и другого очернить. Вы знаете, вся история вот такая. И вот является Максим Грек. Его поселяют в чудовом монастыре на территории Кремля. и ему в помощь дают Васиана Патрикеева как самого образованного человека. Их келья в чудовом монастыре становятся политическим клубом, где люди, интересующиеся писанием, интересующиеся современной политикой в отношении землевладения, они очень интересуются. Максим Грек это афонский монах. Его поэтому интересовались как на Афоне землевладением, а какое там устройство монашеской жизни. Ну вот, и Максим Грек, он не то, что он включается, он, конечно, избегает борьбы политической, стяжателей с нестяжателями, но он начал переводить для Васиана ряд соборных правил и толкования к ним греческих богословов. То есть он помогал ему писать его кормчию. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Я сейчас назову вам, какие произведения он переводил. Так как вы слушали Патристию, к вам знакомые будут авторы. Он делал переводы морально-обличительного характера, социального. Ну, пожалуйста, например, Василий Великий, он перевел «Беседа на лихаимцев». Лихаимец, понятное слово, да? Звучит современно, на тех людей, которые хотят себе неправильно приобрести богатство. Он переводил Григория Богослова, вы помните такого, Назианзина? О нищелюбии. Вы чувствуете, как тоже это входит в борьбу с состежателями? Иоанна Златоуста он перевел «О епископах нерадивых». О епископах нерадивых. То есть, о епископах, которые заботятся о себе, а не о пасве. Это опять входило в эту полемику. Старообрядцы опирались на его авторитет. Старообрядцы потом, они будут очень уважать Максима Грека. Максим Грек познакомил русских людей с итальянским возрождением, открытием Америки, с авонаролой. Он с похвалой говорил о францисканцах и доминиканцах, которые, вы помните брать вродячие ордена, нищенствующие ордена? Вот. Нищелюбие. «Госпожа моя бедность», говорил Франциск. Вот. Он приехал в Москву в 1518 году. Он получил задание перевести толковую псалтирь. Толковую, то есть псалтирь, при которой будут толкования, объяснения ее для борьбы с эритиками. Ну, потому что трудно бороться с эритиками, когда у тебя нет текста, такого, авторитетного текста. При Василии Третьем. Василий Третий очень благоволил к нему, и все восхваляли эту псалтирь, переведенную, как источник истинного благочестия. И князь почтил трудившегося не только похвалами, но и большой наградою. Ну, читал я Соболину и Шубу ему подарил. То есть очень доволен был его трудом. И собрался он на Афон домой. Но тут князь сказал ему, может быть, ты еще переведешь и пересмотришь нам вот еще что-то, какое-то задание ему дал. И он замешкался и не уехал. Бедняга. Вот. И тут случилась беда, потому что Василий Третий развелся со своей женой Соломонией Соборовой. Заточил он ее в монастырь. Я, когда была в Суздале, показывали ее келью, ее рукоделье. Она плакала и кричала, когда ее постригали за бездетность. Вот. И женился на молоденькой Елене Глинской. Это будет мать Ивана Грозного. 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 Субтитры подогнал «Симон»